Музыка Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Бисквит и я в дерьме. Я кое-как от них смог спрятаться, а я нахожусь на складе контейнеров. Собственно, где-то здесь находится следующая записочка. Сейчас будем заманивать кровососов в одну кучу. Так, пацаны. Как бы вас... Не, я, конечно, могу просто-напросто попрыгать по этим контейнерам, поискать записку и... И просто свалить, постараться отсюда подальше, но это как-то неинтересно. О, я нашел записку, кстати. Так. Надо будет как-нибудь потом отсюда технично свалить. О, о, о. О, я, кажется, нашел, что улучшать. ПС-3 9Д броня долго. Это я спрячу обратно. Девятая записка. Ну что, полковник, готовь улыбку. Володя, давай бойца сюда. Ой. Слушай, как тебя зовут? А, ящиков. Брось ты, ящиков. Зовут как? Слава. Слава. Скажи громко. Слава. 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 Жить хочет. А? Сильно? Очень сильно хочу жить. Скажи чётко. Очень сильно хочу жить. Очень хочу жить. Представься, как полагается. Это твой фельдмаршал. 131-я мотострелковая бригада. Слышал, полковник, а? Как солидно звучит. Давай, Володя. Полковник, шоу маст. Го вон. Увидели, как на гиф расстрелял человека? Перемирие уже на следующее утро обернулось кровавой трагедией. В 10 часов утра на 100 шоссе боевиками был произведён патрук, установленный на обочине шоссе фугаса. Осколками снаряда... Так. Ты пробил броню БТР, мгновенно убив механика водителя. Неуправляемый БТР на скорости 70 км в час, выскочив на противоположную сторону шоссе и срезав бетонный столб освещения, остановился. Залитый кровью и забрызгиваем мозгами находившихся на броне военнослужащих 101-й бригады. Четверо сводов погибло за считанные секунды. Пятый, которому оторвало взрывом ноги, умер по дороге в госпиталь. Шестой умер на операционном столе. Рядом с местом трагедии прошла пожилая русская женщина, закрывшая лицо полами плаща, не в силах скрыть слёзы. Скрывать слёзы ей приходится от толпы чеченской молодёжи, собравшейся на перекрёстке и весело обсуждающей случившееся. В этот день ГУОЖ были доставлены захваченные на одном из блокпостов пятеро боевиков. Одетые в чёрную одежду, похожую больше на униформу, они имели при себе оружие, половина которой была с приспособлениями для бесшумной стрельвы. Выходящая из Шали после проведения операции федеральных войск под руководством генерала Шаманова в мае 1996 года, эта группа пыталась проникнуть в Грозный. Старший группа боевиков, как выяснилось в ходе следствия, являлся одновременно командиром разбитгруппы из отряда Шамиля Басаева. Захваченные боевиками дали показания, что они прибыли в Грозный для проведения терактов. Об этом свидетельствовал найденный при них список лиц, входящих в правительство Чечни, с указанием примет и места расположения рабочих кабинетов. На допросах выяснилось, что боевиками был также дан приказ до 10 июня вывести из Грозного семьи и родственников боевиков, воюющих в горах. Все это давало основания полагать, что перемирие боевики используют в своих целях и далеко не мирных. Атмосфера в Чечне накалялась с каждым днем. Нежелание военного и пилотического руководства России жить по законам, пусть не объявлено, но все же войны привело к трагичным событиям в Грозном 6 августа 1996 года. Так, на севере, где пустошь в Холиву. Пустошь в Смалу, как она здесь называется. Где она есть? Вот здесь вот. Так, надо отсюда как-нибудь свалить. Я хочу, знаете куда? Я хочу Марьяновку, я хочу PS39D улучшить по максимуму. Так, надо как-нибудь отсюда свалить. Да свалить так, чтобы меня не уничтожили. Так, у меня как-то на этот контейнер можно забраться? По всей видимости нет. Или можно, или нет. Это повыше будет. Так. Походу нельзя. Так. Ой, блядь, бежать. Бежать, 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 бежать. Ой, блядь, он за мной бежит. Ну, слава богу, он здесь один. Постараюсь, конечно, оторваться, но ничего не обещаю. Беги, братан. Беги, что есть сил. В принципе, было бы неплохо это улучшить. Он реально более топовый костюм. Ладно, давайте заскочим в Марьяновку по пути. Не знаю, хватит ли у меня денег. В принципе, записки по 7500 стоят. Я не думаю, что они мне в дальнейшем понадобятся. О, устал. Так, как бы мне... Вот так вот. Все, хорошо. Туда в Марьяновку, потом в пустошь с Малго. Подходим к пустоши. Я не особо понимаю, что меня там может ждать. Хорошее, плохое. Что это вообще, аномалия или просто название места такое. Сейчас все узнаем. Зомбированное. Сколько вас тут? 6 минимум. Ёпла. Много здесь у вас. Много. А у меня АКМ с оптикой. Слушайте, оказывается, вовремя я бронедолгу-то заапгрейдил, а? Замес самое то. Ну, так, конечно, замесом не назовешь. Это было избиение. Полнейшее. Так, ну это еще не все. Это еще не все. Вот он. Контролер, блядь. И что с ним делать мне? Да сожри. Так, надо код спирататься. С контролером шутки плохи. Если я столько паровался с Химерой, то эта тварь будет в миллиард раз толще. Давай вот так вот тебе закинь. Пока ты меня внимания не обращаешь. Держи, братан. Где ты идешь? Держи, братан. А тебе насрать на меня, да? Самое интересное, куда мне идти на этот... Тут должен быть какой-то домик или еще что-то. А он находится за контролером, скорее всего. Контролер ушел. Вот только посмотрите на него. Так, мы пойдемте искать. Пристань. Какой-то причал должен быть. А какой причал? Где он должен быть? У меня такое впечатление, что я просто не туда пришел. Либо же мне надо вот туда вот идти. Ладно. Допустим, контролер меня... Не заметил. Ну, тайник-то ввод, но подождите. Подождите, подождите, подождите. Надо найти. На севере, где пустошь, в хлеву. Это, блядь, хлев? Ну, ладно, может, такой хлев специфичный. Там контролер до сих пор ходит. Десятый тайник. 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 великолепно так десятая записочка десятая записочка грозно и скучно кругом стоит него новоприбывшие бойцы из какой-то бригады водовым целых три дня совместно с десантниками мы делали из ханкау и неприступную крепость теперь стало немного спокойней духи прекратили свои нелепые вылазки по ночам нас перестали гонять по поводу и без повода да трусоватый у нас генерала на охрану крошечной ханкау выделили целую бригаду во вей батальон десантников обещают еще и полк мотострелков пригнать иду к радистам надо быть в курсе событий здорово метла а москва заходи курить есть а москва заходи курить есть найдем что нового да ничего морпехи и десантуры мотострелки и софринцы херачат минутку дудаев мудак не сдается короче жизнь говно солнце банный фонарь свой жаль уже что по нашей бригаде слышно ничего конкретно стоим ждем попутно охраняем шакальское командование пытаюсь построить другую волну на рации треск эфира прерывается чукотской гортанной речью один хрен не по-русски нахрен едем дальше ловлю переговоры какой-то мотострелковой части они зажали духа в пятиэтажки никаких позывных и т.п. отборный мат из которого выходило что некий прапущих зиновьев имел сексуальную связь с одной из бмп причем место в которое на бмп сложно представить хорошая вещь растяжки очередной поход духов за нашими бэхами вовремя замечен упитанный метуаз за время моих радиоперехватов успел приспать и подпрыгнув наверное полметра он смачно вернувшись со стула ползал по кунгу пытаясь одновременно нацепить броник под сумок для гранат в итоге он спотыкнулся а каску из диким гроком упал на пол за считанные секунды долетают до своей техники еще глазами взводного а вон примастился такой стом арматуры с большим энтузиазмом хреначит по душманам которые в силу природной тупости вылезли на открытый участок то ли мы и вправду неплохое воинство а не стая оленей как объяснял нам комбат в учебке то ли духи нам попадались туповатый но ханкалу мы держали на совести потери в личном составе почти не было два двухсотых за шесть дней в январе девяносто пятого в чечне это неплохо хотя плохо очень плохо ведь могу их и не быть через несколько минут собрали свой собрали сводный взвод количеством около отделений пошли напрочес естественных духа форкестерских уже не было поставили несколько растяжек и фонарей ибо них у без нашего ведома в округе в округе шарится так настройки в здании с аномалией я понял где это это уже было то прям напротив дома с черепами это где-то где-то на заброшенная стройка так главное сейчас заведить контролера потому что он тут вообще не в тему хотя заведить там его и заведим все валим отсюда куда подальше меня это место можно сказать давит какой-то степени 7 или 8 зомбированных и мы их просто разложили как найти так до хреново щелку но по щучкам вы уловили моя любимая плотина около которой я искал гравида не нашел золотые времена первых серий боже мой собственно вот то здание счастливой час она будет у всего все обшарить с первого этажа будем дайте давайте посчитаем сколько же начать раз два три их тут четыре я не знаю с кого начать начну со второго пойду вверх о не знаю почему со второго я хочу начать со второго и постепенно подниматься вверх это нелогично это да ой это ломает все законы логики я согласен но я так хочу так пнв наверное мне с ним будет проще что да спайла будет проще намного так по моему здесь ничего уже не будет стоит подле ай стоит под лестницами посмотреть ухо спакуха братуха так го в теле пойдем третий я же говорю не логичен опа чуть не влетел так 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 это пока ничего о о код код 7654 заберите икону где серьезные иконы иконы которая была местного священника по легенде в зоне она обрела необычайную чудодейственную силу ёп твою мать фанатики привет пацаны как у вас дела вас тут нихуя себе у вас тут так до свидания до свидания до свидания умирай бай прям ко мне хорошо закинул кстати мне понравилось хорошо мне нравится поехали дальше с ним у меня без него будет проще воевать идти мне кажется вы будете снизу следуя всем законам логики так до свидания гранту себе в очко 100 засунь ой блин а не смотрите на этот раз что-то не как только за закинули на свидание так сколько вас еще тут троечка о чем такой жирный в экзо скелете просто в отчела себя гранату так ласт написано что ласт мы ждем тебя у южного туннеля торопись нужно успеть вывести икону пока монолитовцы не обнаружили тебя вновь у южного туннеля ой блять бегу так выживу ой ё твою мать что-то мне еще по мозгам дало довольно сильно уходим 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 интересно успеем что же помогли по мозгам так долбит а контролер или контролер вряд ли контролеров здесь нету мне кажется тут возможно связь с предыдущей частью помните у греха был прибор который так у меня энергетика никакой я не знаю зачем это захавал у греховцев был прибор который локально бил маленьким выбросом господи на минуту мы конечно успеем добежать это не обсуждается сто процентов но если конечно мы в аномалию не попадем впервые не поморем там то да мы успеем овертан быстрее у нас 55 секунд осталось южный туннель группа фанатиков морита была уничтожена он уже срочно выбраться из зоны встретитесь со спецотрядом который выведут вас из зоны это вертушка валяется подбитая около которой мы не были и на все мы успели в принципе нас осталось 34 секунды туннель вот сейчас бах и придется так отбегать с другой стороны это будет файл двадцать пять двадцать четыре ай так это и да да странник верно мы уже биты часто ждем помоги инъектор все блокатором а я так готова только не вздумай сдохнуть и чухан алло ну чё оклемался ты достала и икона у тебя да уже лучше жить буду я достал ее икона цела пришлось уничтожить два отряда фанатиков сумели добраться до долины сукины дети никогда так далеко не наша колонна погибла группа поддержки тоже наемники устроившись засаду уже ответили за ребят мне нужно вывести икону за пределы периметра и передать командованию вы должны провести меня через кордон понимаешь понимаю центр уже прорабатывает маршрут нам обеспечит более менее безопасный коридор придется подождать пока есть время звучим не желаешь не желаешь проститься с батюшкой о чем ты батюшка походу с того ебать батюшка прикольно братан а с батюшкой ты чё так куда ты идешь шашлык что за чертащина куда у меня завели времени прошло достаточно центр уже должен был сообщить координат маршрута мы не должны дирать ни секунды да ты не кипятись дорогой все идет по плану взгляни на этот путевой крест старый покрытый трещинами заросшим хом время его не щадит но он не сдается даже зона обходит его стороной это сила которая нам с тобой не дано понять но мы ее чувствуем ты чувствуешь можешь не отвечать я вижу твоих глазах правду именно здесь совсем рядом нашелся последний приют якобы святой георгий с иконой которого так носишься почему именно здесь все просто зона не прощает ошибок и не дает второго шанса нет и не будет никаких волшебных молитв которые отпустят все прогрешения зона не палач она лишь справедливый беспристрастный судья всем нам в том числе и тебе этот отец григорий он был грешен но так и не сумел искупить свои грехи он воевал и из-за него гибли люди хорошие люди он должен был понести наказание это его крест ты всерьез думаешь что совершил благо дело когда спас его икону и что вся та грязь который накопил за годы вся кровь которую ты пролил окупится этим этим сторицей ошибаешься странник я тебе сердце вырву мразь почему я не понимаю о смотрю ты рассердился не на шутку можешь называть меня любыми именами но истина в том что я лишь проводник воли только исправляет ошибки судьбы ты слеп странник заблудился в темноте и не видишь всей картины всей правда я расскажу тебе одну историю когда-то данным давно в прошлой жизни очень близкий мне человек был одним из тех кого отправили на убой в грозный в самую мясорубку той проклятой войны ногти взяли его в плен и одна женщина получила письмо с требованием собрать выкуп за его жизнь она была простой медсестрой естественно не смогла всего сделать она старалась изо всех сил старалась собранных денег не хватило чечен отрезали пленнику голову порезали его еще живым и сняли все это на видео спустя два месяца женщина нашла в почтовом ящике подарок голова и видеокассета подарок судьбы и она не смогла пережить потрясение но один мальчик выжил маленький такой мальчик выжил вырос он помню и однажды мир оказался тесен спустя годы я нашел того кто отдал приказ казнить того бойца он сейчас совсем рядом с нами здесь вот под этим крестом и ты странник уже догадываешься кто он как видишь я исправил его ошибку вернувши на круги своя и мне это нравится черт подери еще одна проблема стала меньше с каждым разом проблем все меньше одна за одной а потом еще и еще ты странник проблема ты псих твоего отца нельзя было вернуть и спасти и ты решил отомстить простому офицеру который тоже был отправлен продажными ублюдками на убой ты убил того чья жизнь стала такой же невыносимой как и твоя заткнись тварь заткнись не нужно сравнить мои потери и ваши они ничто но я выжил и стал другим здесь я нашел свой путь путь который очистил меня освободил от грехов дал истинную цель и средства для ее достижения но ты стоишь на моем пути не давай мне сделать следующий шаг на пути к чему ты убийца ты гробаный маньяк который убивает за деньги и получать от этого удовольствия как и ты странник в чем между нами различия оглянись вспомни свою жизнь одна лишь соль да железо высохшие слезы и кровь неужели так ничего я не понял как же легко было обмануть разведчиков военных увидя их по ложному следу ты думал что корон колонну расстреляли те наемники ошибаешься это были мы была мысль отправить про отцам заодно и тебя я решил дать тебе шанс ты мне понравился дал шанс стать инструментом который сделал часть моей работы ты нашел икон убрала и принес мне прямо в руки это святоша мертв фанатики будут довольны ну что ж пора заканчивать дешевый спектакль психолога то который я тебе дал содержится в составе микродоза одного крайне малого из ученого яга он чертовски силен думаю тебе будет приятно познакомиться с последствиями не скучай странник раз-два занавес и гром обладе сментов будь ты проклят к нему своей душой перед ним крестом я заставлю тебя короче так понял то конец да настало время высказать были все что мы думал в этом моде все что мы делали это это было бессмысленно мы все делали зря потому что отец георгий или григорий хрен его знает мертв нас кинули свободовцы которые вообще не фигурировали до этого а это пиздец я не понимаю почему имея такую прекрасную первую часть можно сделать вот такой пробок ко второй это это ужас какой-то честно тут куча беготни экшен никакого вообще здесь нету содержание мне напомнило бризерки прошлого то есть в память то память ветеранов великой отечественной войны здесь память о тех кто в чьи это погиб да ладно в этом ключе я я понял мод окей над смертью прикинь назовите вы его как нибудь иначе я вас умоляю потому что все что мы делали это бесполезно здесь нет никакого баланса эти химеры которые убиваются пятью гранатами и четырьмя рожками с автоматов в то же время не тебя ваншотят кабаны которые убивают из первого удара это пиздец мне честно скажу не понравилось абсолютно ни в коем образом надеюсь вторая часть в моих глазах реабилитируется с вами был бисквит подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставьте комментарии вступайте в группу вконтакте увидимся во второй части всем спасибо за просмотр всем пока